Нефролепис Добрый день! Нефролепис Один из видов папоротника Нефролепис Род эпифитных или наземных папоротников из семейства давалиевых Род включает около 40 видов В природных условиях встречается в тропических областях на территории Америки, Африки, Юго-Восточной Азии и в Австралии. Некоторые виды нефролеписов растут на открытых местах, но большинство предпочитает тем лесом. Среди всех распространенных комнатных папоротников нефролепис самый выносливый, не требует сложного ухода. В отличие от одианфума или птериса, его стебли дают тонкие горизонтальные побеги, похожи на усы земляники. На них развиваются новые розетки листьев, что делает размножение этого нефролеписа в домашних условиях совсем не сложным. Выращивают этот папоротник как горшечное растение или как ампельное растение под весной вазе. хорошо подходит для выращивания в прохладных холлах. Применяется в офисных помещениях, так как может расти при искусственном свете. При правильном уходе станет нефролепис украшением дома. Ухаживать за нефролеписом несложно, но нужно это делать правильно. Местоположение и освещение. Папоротник выносливый, нетребовательный к свету, может расти в затененном и хорошо освещенном месте, но страдает от прямых солнечных лучей. В летнее время желательно выносить на свежий воздух, хорошо себя чувствует на подоконнике северного направления. Летом содержится температуре около 15-17 градусов, зимой не ниже 14. Ой, вот интересно, где летом взять 15-17 градусов, а? Влажность воздуха высокая, желательно регулярно опрыскивать. Полив. Поливают нефролепис мягкой водой, лето мобильно, зимой в прохладном помещении умеренно. Нельзя допускать пересыхания земляного кома, но из-за стой воды растения не переносит. Удобрения. С весны до осени нефролепис подкармливают два раза в две недели, чередуя минеральные и органические удобрения. Пересадка. Пересаживают весной в легкую почву. При посадке на дне горшка делают хороший дренаж, чтобы не допустить согнивания почвы и обеспечить хороший воздухообмен для корней. Во время пересадки нельзя засыпать землей шейку папоротника. Верхушку корневища оставьте на поверхности земли. Для нефролеписа лучшей является смесь из равных частей хвойной, парниковой земли и торфа с добавлением 5 граммов костной муки на 1 грамм смеси. Годится также смесь из 4 частей лиственной земли, одной части торфа и одной части песка. Полезно добавить в землю древесный уголь. Это хорошее бактерицидное средство. Размножается папоротник просто делением куста и отпрысками, побегами. Многие садоводы сорта нефролеписа бесплодны или не передают сортовые качества материнского растения. Поэтому размножают его делением материнского растения при пересадке и молодыми растениями, образующимися на концах усов. Молодые растения пришпиливают к почве и присыпают землей для укоренения. Разрастающиеся плети нефролеписа для ускорения укоренения надо периодически присыпать землей. Тогда появятся 3-4 листочка и их высаживают в отдельные горшки. Поражают папоротник редко. Бывает щитовка. Лечить трудно. Растения очень чувствительны к лечению химическими препаратами. Можно попробовать натуральные инфектициды. Еще хорошо убирать щитовку вручную и замывать это место марганцовской. Возможные трудности. Горишневые точки или полоски на нижней поверхности листовых пластинок появляются у здорового листа во время спора ношения. Кончики листьев нефролеписа буреют слишком сухой воздух. Бледная окраска листьев следы ожогов на поверхности листовой пластинки слишком яркий солнечный свет. Бледная окраска листьев не появляются новые листья недостаточное питание. Вот размножение. Отпрысками. Вообще-то написано было, что это нефролепис. Но я что-то сомневаюсь. Но все равно фотография красивой согласитесь. Всего доброго вам. До свидания.